Ученые Химического института имени Будлерова получили трехлетний грант Российского научного фонда. Какие исследования проходят за дверями лаборатории, расскажет наш корреспондент. Решением Совета по гранту президента России в Химическом институте Казанского университета была создана лаборатория по сверхбыстрой калориметрии. Она изучает свойства различных веществ и материалов при охлаждении и нагреве с очень высокой скоростью, тысячи и даже миллионы градусов в секунду. А 15 октября ученые получили трехлетний грант Российского научного фонда. Идея нашей лаборатории изначально была использовать вот этот новый метод, это совершенно новый метод, который появился буквально 10-15 лет назад, для изучения широкого спектра проблем химии, включая кристаллизацию полимерных материалов, плавление биомолекул, испарение труднолетучих веществ. То есть это фундаментальные исследования, которые позволяют описать свойства материалов там, где это раньше не было возможно сделать. По словам Тимура Мохамедзянова, эта лаборатория – одна из лучших в мире по оснащенности и первая специализированная лаборатория в России. Большую часть оборудования для нее закупили в 2017 году в рамках мегагранта. Часть средств, полученных от научного фонда, также пойдет на закупку необходимых для исследования приборов. Когда мы пытаемся определить, например, температуру плавления каких-то лекарственных соединений, биомолекул, и мы их нагреваем на обычных приборах, и нагрев идет минуты, десятки минут, вещества успевают обуглиться и разложиться, и мы не успеваем измерить их характеристики до того, как они испортятся, так скажем. Благодаря использованию таких вот чип-сенсоров мы можем работать с очень маленькими образцами и, соответственно, очень быстро их нагревать или охлаждать. А это позволяет нам моделировать те процессы, которые в реальности происходят в промышленности. Грант Российского научного фонда получили сразу несколько проектов лаборатории. Так, исследование кристаллизации различных материалов позволит точнее предсказать результат химических процессов, которые переводят вещество из одного состояния в другое. Например, насколько прочным и прозрачным получится изделие из различных видов пластика при 3D-печати. Полученные данные можно будет применить и в других отраслях. Где-то 80% новых потенциальных фармпрепаратов малорастворимы в воде и, соответственно, малодоступны. И для того, чтобы повысить их доступность, их производят не в кристаллической форме, а в аморфной. То есть, опять же, это переохлажденная жидкость застеклованная. Они будут лучше растворяться и вопрос, насколько быстро они переходят вот в это малорастворимое кристаллическое состояние. В ближайшее время аспирант лаборатории Алексей Бузюров представит диссертацию об исследовании испарения труднолетучих веществ. Она станет первой диссертацией по химии в России, где будет широко использован метод сверхбыстрой калориметрии. Ариадна Кугушева, Александр Кузнецов, Универньюс.